Микс Ньюс Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на радиоболтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Это действительно программа Климат-контроль Всем доброго дня или доброго утра, как еще хотите За режиссерским пультами Евгений Копеин Меня зовут Гоша Цеплов И у нас на связи Константин Рангс Морской геолог, пишущий журналисты науки И мы действительно сегодня будем говорить о климате Или как заставить общество как-то разумно использовать природные ресурсы Об этом наш эксперт прямо сейчас в прямом эфире Константин, здравствуйте Добрый день Пожалуйста Ну что можно сказать? Что на минувшей неделе, как говорится, за отчетный период Одна из таких важных новостей у нас в Латвии Это разговор о том, что в перспективе будет введен, пока что кажется, единоразовый налог на старые автомобили Ну, пока даже нет смысла спекулировать на тему, что такое старые Известно, что средний возраст автомобилей в Латвии один из самых больших в Европе Это где-то около 13 лет Какой критерий старости примут наши законодатели, еще неизвестно Но то, что они его примут, потому что есть общее, так скажем, решение Евросоюза Это, что называется, можно быть абсолютно в этом уверенным То есть, чем старше у вас автомобиль, тем больше шансов, что при перепродаже новый покупатель должен будет заплатить вот этот самый единоразовый налог за старый автомобиль Понятное дело, что как-то он не очень справедливый Ведь получается, что люди обеспеченные, которые могут покупать автомобили новые, они этот налог, естественно, не будут платить А те люди, которые там накорлупывают денежки, чтобы купить хотя бы развалюху, но чтобы на чем-то ездить Они получат еще и налог, так скажем, в придачу И, естественно, не будет способствовать улучшению их настроения и финансового самочувствия Есть еще одна тема, которая, правда, зацепила еще прошлую неделю Но тоже о ней нужно поговорить, поскольку речь идет о налоге Это было выступление бывшего президента России, господина Дмитрия Медведева И касалось оно внедрению углеродного налога в странах Европейского Союза В которых он увидел своего рода скрытый протекционизм И, так скажем, угрозу экономическим интересам своей страны, то есть России И вот об этом, я думаю, стоит поговорить более подробно, поскольку этот налог, он не только Россию И даже не столько Россию будет касаться, по большому счету Россия, она многообразная А будет касаться, в первую очередь, нас и жителей Европейского Союза Ну что? Каким образом? Да, начнем с самой простой вещи Это будет просто-напросто дополнительный налог на выбросы углекислого газа Парникового газа, ну плюс там еще будут считаться метан, другие газы В общем, будет такой эквивалент выбросов углекислого газа И он будет привязан к любому товару Вот посмотрите, допустим, есть очень хороший просчитанный пример Вот рубашка Обыкновенная рубашка с рукавом на три четверти Ну что, господи, как у меня, если кто смотрит Вот, обыкновенная рубашка, общинобумажная Значит, для того, чтобы вырастить хлопок на одну рубашечку Нужно, бывает, выбросить одну целую три десятых тонны углекислого газа Для того, чтобы ее, так скажем, произвести из хлопка Выбросится три тонны углекислого газа Для транспортировки 300 килограмм Для того, чтобы сделать дистрибьюцию, около тонны А уже, например, производство каталога печатного И прочих каталогов для продажи этой рубашки Потребуется уже полторы тонны Суммируя, что у нас получается в сумме? Сколько тонн нужно потратить углекислого? Семь тонн углекислого газа На одну рубашку, в которую одет сегодня Константин Дранкс Если вы видите, посмотрите, друзья мои Это предсчитанный средний такой уровень, да? Плюс еще считается, что пока наносится на стирку еще Три тридесятых тонны углекислого газа Нужно прикинуть А сколько ж тогда получается Вообще вот так вот, самая рубашка Семь тонн углекислого газа Если считать даже по критериям старым Когда тонна углекислого газа Прошу прощения, не тонн, килограмм Это я, так скажем, загну Нет, килограмм Вроде бы это буквально несколько центов Что-то где-то около 15 центов Дополнительного налога при покупке этой рубашки Казалось бы, мелочь Но если мы перейдем к более, так скажем, другим вещам То, например, среднее домохозяйство в Латвии В год выбрасывает примерно 3,5 тонны углекислого газа в атмосферу В Европейском Союзе 6,4 тонны углекислого газа Среднее значение В мире около 5 Так вот, 5 тонн углекислого газа Вопрос заключается в том, сколько мы за это будем платить Считается, что начальная ставка будет 15 долларов за кубометр А целевая ставка 30, а может и 35 долларов Константин, вы знаете, у меня возникает вопрос Он вполне естественный Я думаю, что у многих радиослушателей Он тоже где-то подспудно присутствует Скажите, пожалуйста, а вот эти деньги Они что, это как штрафные санкции Или эти деньги, по логике, должны идти как-то на развитие Я уж не знаю, зеленой отрасли энергетики Или что-то Или просто эти деньги оседают где-то в бюджетах государств Что происходит с этими деньгами? Вот расскажите, самое-то главное Вот сейчас как раз-то о том и речь-то идет Что многие страны и многие политики как раз и говорят Что нужно четко, ясно прописать А куда пойдут все эти собранные деньги Ведь речь-то пойдет о миллиардах Десятках и сотнях миллиардов Которые будут собраны И вот тут очень важный момент Эти деньги предполагается отправлять С одной стороны, вы правы в том, что это своего рода штраф Покупая товар с высоким углеродным следом Ты таким образом как бы компенсируешь ущерб атмосфере Ущерб нашей планете Которую ты нанес, покупая лишний товар Да, но скажите, пожалуйста Ведь атмосфере и планете легче совсем не становится От того, что будут собираться многомиллионные долларные какие-то штрафы Что с ними делать? От этого экологика самообслуживания восстановится Дело все в том, что из-за того, что выбрасывается много кислого газа Климат меняется, острова тонут, ливни Посмотрите, что сейчас вообще происходит Вот тот здесь засух, а тот потоп Я уж не говорю про более такие серьезные У нас есть телефонный звоночек, давайте послушаем, что думают по этому поводу наши радиослушатели Здравствуйте Доброе утро Пожалуйста Так получается, что производство этих полиэтиленовых мешков, которые хотят запретить Оно дешевле и экологичнее, чем эти бумажные пакеты Потому что бумажный пакет, он рвется моментально А эти вот пластмассовые мы используем несколько раз и потом еще мусор в них выносим Так где тут тогда логика? Спасибо Спасибо вам Вот что, как говорится, истина Дело все в том, что уже выяснили и специалисты и Дании, и Финляндии, и уже в других странах Что вообще, собственно говоря, мешки пластиковые Они оставляют гораздо меньший углеродный след на порядок То есть в 10, а то и более раз Чем бумажные, и уж не говорю про тканевые Потому что забывается, что все эти мешочки, которые делаются из бумаги, из ткани За ними тянется огромный углеродный след Вот как за этой самой пресламутой рубашкой Константин, ну мы же понимаем, что это не решение вопроса Просто брать какой-то налог за стоимость компенсации Кому компенсировать? Планетически-то действительно Компенсировать тем, кому стало от подъема уровня углекислого газа совсем плохо То есть, условно говоря, тонут Мальдивские острова Следовательно, жителям Мальдивских остров Будут выделены деньги, чтобы приподнять на своих их дома Может быть, где-то дамбу построить Новую аэрополосу вместо утонувшей В общем, короче говоря, каким-то образом подсластить им их жизнь Это очень экстенсивный способ решения проблемы Я, насколько знаю, есть интенсивные способы решения проблемы Это зрить в корень и решать проблему в корне изначально И есть экстенсивные, когда люди пытаются бороться уже с последствиями Так вот, то, о чем вы сейчас говорите Сваи какие-то, Мальдивам помогать Нужно как-то в корне, наверное, поменять Вообще процессы, которые двигаются Поэтому, например, есть специалисты, которые говорят 35 долларов за тонну Это вообще мелочи 70 даже мало И идея следующая Человек, покупая любой Вот, допустим, смартфоны возьмем Смартфоны сейчас Про индустрию производства смартфонов Это 14% всех выбросов в атмосферу 14% это половину автомобильной индустрии А 15 лет назад было меньше 1% Вот когда вы покупаете эту штучку Вот, этот смартфон То таким образом вы наносите очень сильный ущерб окружающей среде А смартфоны современные С впечатанными в них встроенными батареями Это смартфоны, рассчитанные, в принципе, на 2 года службы Об этом пишут открыто специалисты На самых разных языках в разных странах И говорят, что с одной стороны Да, людей подсадили на покупку Все новых и новых изделий Новых и новых гаджетов Но вот это производство Оно страшно вредно для окружающей среды Вот, чтобы этот экран Реагировал на наши пальчики Нужно добыть, например, такой Я не устаю повторять Это такой интересный металл, например, как Индия Этот металл редкость величайшая Так вот, чтобы его добыть Надо сначала мало того, что откопать руду с поверхности Ничтожить поверхностный слой Потом эту руду нужно перемолоть А это потратить энергию После чего залить ее кислотой Соляной, например Скипятить Это тоже энергия Потом его нужно после кипячения Слить вот этот самый раствор полученный Нейтрализовать его едкой щелочью После чего выпадут соли Эти соли нужно добыть То выбросить В результате чего что получается Мало того, что огромную массу Мы энергии потратили На все эти кипячения и фильтрования Мы еще огромную массу Отходов химических получили Которые куда-то надо вылить Не случайно говорят, что один хороший аппаратик Это примерно полфутбольного поля Уничтоженной земли На которой мало что вырастить Что делать? Это страшная вещь Да, хорошо, Достантина Что же делать? Как заставить общество Разумно использовать Вот эти вот самые ресурсы природные Либо отказаться от смартфонов Европейские, вообще мировые умы Считают, что единственный способ Заставить потребителя Думать о луной И тем, что самое чувствительное За карман Кошелек Да То есть рублем В общем У нас есть еще один звоночек Давайте послушаем Здравствуйте, добрый день Добрый день Пожалуйста Исходя из всей вот этой ситуации Информации Которую, уважаемый Рассказал Получаются даже те же электромобили Они представляют огромную угрозу Миру Даже с точки не только производства Но еще и утилизации Того, из чего они созданы Хотелось бы вот услышать На этом Спасибо, спасибо Хороший вопрос Действительно Разумеется Ведь надо сказать Что электромобиль По сути и дела Он же сам В отличие от автомобиля С внутренним сгоранием Энергию не преобразовывает Мы закачали в него Электричество Электричество в аккумуляторах Привело к обратимой Химической реакции А потом эта реакция Обращается И опять выделяет электричество К электромоторам Дело все в том Что на данный момент Самые оптимальные аккумуляторы Содержат в себе Не только Вот этот пресловутый Литий Самый легкий Металл На планете Он в два раза легче воды Но и например Такой металл Как кобальт Самые В общем-то Больше половины Две трети мирового кобальта Выходят из одной страны Он Забывают его дети Вручную И это тоже Одна из вечных проблем О том Что кобальт Где-то Надо еще кобальт найти Пока что Как бы не находится Надо перерабатывать батареи Хорошо научиться Но дело все в том Что сейчас еще Нету достаточного количества Старых батарей От автомобилей Чтобы начать И было бы экономически выгодно Начать Переподел Так скажем Ретайклинг этих батарей Но когда его начнут Вот тогда Может выясниться Очень неприятная вещь Что батарея еще подорожает И продаж То есть ты Покупки должен Оплачивать И работа батареи И что тогда делать Когда машина Электромобиль Действительно Так и останется Игрушкой Для богатых людей Вот Тут есть проблемы О которых Говорят Но дело все в том Что политики Допустим В том же Европейском союзе Они В известной мере Закусили у дела Они пользуются Вот тем Что публика Особенно публика Которая относится К Кериативному классу Так называемому Офисному Планктону Да как угодно Назовите То есть люди Которые не пашут На заводах Или в сельском хозяйстве Не производят Что-то конкретное Эта публика Она очень отживчивая По самотологии И естественно Политики Которые хотят Показать Свою Пани Они как раз Обращают Внимание Им Экологическое У нас есть еще один Звоночек Давайте послушаем Что по этому поводу Думают наши радиослушатели Здравствуйте Здравствуйте Константин Вы что-то Не то говорите Смотрите Чем больше углекислого газа Тем больше питания Для растений Тем больше будет Наша планета Зеленее Я что-то Не так говорю Вот запутали меня Вот положительное Какое-то Есть мнение По поводу Спасибо Больше питания Для зеленых растений Больше углекислого газа Тем больше будет питания Для растений И это Есть очень большое количество Специалистов Которые говорят О том Что В общем-то Надо Нам не Мучиться С С электромобиль Константин На планету Потом наступают Катастрофические изменения И она И она Как говорится Вымирает Этот процесс Он в общем-то Происходит циклически На разных планетах Да Развились Дошли до определенного уровня Либо Цивилизация понимает Что технологический путь Развития Это Тупик А человеку Нужно Жить в единении С природой Вспомните Знаменитый фильм Камерона Аватар Да Все фильмы Последние Очень много этих фильмов На эту тему Единение с природой Гармония с природой В Альтернативу Технократическому Подходу К проживанию Выживанию Возможные вещи Вы должны жить Как часть природы Вот Есть например Я общался Однажды с одним Человеком Который В общем-то Был Известный Мире Атеистом Да Но его идея Была какая О том что Поскольку мы все Сложены из атомов Которые образовались В результате взрыва Сверхновой звезды Когда-то далеко И вот из этого Пулевого облака Потом солнце Зажглось И когда допустим Мы дарим Своей любимой Женщине Золотое колечко Это мы дарим Кусочек Вот этой Сверхновой звезды И фраза Я подарю тебе Эту звезду Имеет абсолютно Прямой Светом Нетленным Будет освещать Она нам Путь в бесконечность И зачем И нужно понять Что вот Подумайте Вот стакан воды Да Такое количество воды На планете ограничено До 600 миллионов лет Эту воду Уже по несколько раз Живые организмы Всосали И выдали Обратно Понимаете Все Мы все собраны Из тех же атомов В которых собирались Динозавры А до этого Трилобиты И игра идет Постоянно Пока солнце Не распухнет Через 4 миллиарда лет И не уничтожит Все То есть у нас запас Есть еще 4 миллиарда лет Чтобы нам как-то осознать Что мы часть природы Часть земли И дальше Вот возникает вопрос А что нам Зачем нам дергаться Зачем нам портить В силе мир Да Нам нужно Научиться Жить в гармонии Зачем нам нужны Все эти новые вещи Барахло Все это Да Константин Это концептуально Мы конечно К этому стремиться Должны Да Но что делать сейчас Налоги повышаются Если ведется новый налог Например на Старенькие автомобили Я понимаю Что это будет бить По карману обычных Простых людей Которые живут В частности здесь В Латвии И как-то Идея Приобщиться к всеобщему Вселенскому Я не знаю Вселенской гармонии Природы Пока для этих людей Будет наверняка Слишком далека Что делать На данный момент И каким образом Действительно Как-то Улучшать ситуацию А нужно ее Улучшать уже Прямо сейчас Будут ли налоги Помогать Я думаю Что сделать Просто ничего нельзя Будет принят Закон И будут люди Как миленькие Платить Эти самые налоги Улучшить эту ситуацию Экологическую Ну порадуйте нас Скажите Что если эти налоги Будут люди платить Как-то земле Станет полегче Ну Блажен кто верует Но Мне кажется Что очень важно Чтобы И нужно стимулировать Тех политиков Тех активистов Которые Будут Предлагать Какие-то Взвешенные Меры Которые С одной стороны Да Действительно Можно было бы Сказать Что они Помогают В глобальном Масштабе Но С другой С другой С другой С другой С другой Они бы Улучшали бы Жизнь Людей В конкретном Месте Потому что Вырубить деревья Это легко А вырастить их Гораздо Труднее И мне кажется Что в принципе Мы можем Подумать О том Что каким-то Образом Нужно поддерживать Тех активистов Которые нам Предлагают Что-то Улучшить Для нашей Жизни В конечном счете Жить на свалке Наверное Не самый лучший вариант Скажите пожалуйста Вот те деньги Которые будут Собираться В виде налогов Могут они пойти На разработку Каких-то Новых способов Добычи Энергии В частности Не углеродосодержащие Задействованные Ископаемые Мне кажется Что за этим Должно контролировать И общественность И их представители Но об этом И кстати Мидии Должны тоже За этим следить Мне кажется Что это очень важно Потому что Мировой опыт Показывает Что на Всевозможных Проектах Таких Которые идут Под барабаны Очень часто Появляются Желающие Нагреть Руки Так скажем Набить Свой Собственный Карман Поэтому Нужно Обсуждать Это Обсуждать И обсуждать Мне тоже кажется Что те деньги Которые будут Собираться В виде налогов Они вполне возможно Будут сидать В карманах Капиталистов Опять таки Круг будет замыкаться И ничего для планеты Не будет нового сделано У нас просто Разрывается Телефон Давайте уже Я смотрю Времени Немного Тем не менее Возьмем Еще один звоночек Здравствуйте Пожалуйста Ну Я не знаю Там Как Про эти Батареи Но Я знаю Первая Задача Пластик убрать Который Мировые океаны Уже Загадил Понимаешь Леса наши И все А латыши Вот правительство До сих пор Не могут Сделать Пусть бомжи Хотя бы На хлеб Зарабатывали В Литве Они вычисли Все леса И парки Понимаете А здесь Такие Бестолочи Сидят Просто зла На них Не хватает Спасибо Спасибо Давайте Зла будет У нас Поменьше В конце Который В пятницу Главный Вопрос С пластиком Господа Не сам Он убегает В океаны Мы не должны Его просто Выбрасывать Абы куда Хотя С другой стороны Я хочу сказать Что это позорище Когда стоят Контейнеры Так скажем Для пластика А вокруг Этих контейнеров Горы Пластикового Мусора Люди Приносят Пластиковый Мусор Туда Где его Нужно складировать А выясняется Что В какой-то причине Вывозить его Нет никакой Возможности Вот это Конкретная Проблема И эту Конкретную Проблему Очень бы Хорошо Решить Как будем Ее решать Наверняка Сегодня мы Однозначного Вопроса Простите Ответ на этот Вопрос Не дадим То что Превратили Африку В глобальную Свалку Для меня Это тоже Как-то Я когда Смотрю Из новостей Просто Душа Плачет На самом деле Ну Я думаю Что По мере Продвижения Вперед Может быть Взросление Умнение Или Получение Какого-то Опыта Все-таки Человечество Придет К рациональному Какому-то Решению Этого Вопроса И как Заставить Действительно Общество Разумно Использовать Природные Ресурсы Действительно Очень важно Спасибо Мы говорим Константину Рангсу Морской Геолог Пишущий Журналиста Науки До Следующей Пятницы До Очередного Выхода